Оу, какой жаркий денёк. Самое время немного передохнуть. А вот и она. Пора действовать. Свидетелей нет? Давай. Помогите! Только не это! Что вам нужно? Что случилось? Где это я? Не может быть. Меня похитили? Что же делать? Я должна как-то выбраться отсюда. Закрыто. И на что я только надеялась. О нет, они возвращаются. Мне конец. Классная закусочная. Надо почаще сюда заезжать. Ого, она уже на водительском сидении. Ну что за наглость? Не стоит себя так плохо вести, поверь нам. Ну вот, мы на месте. Отсюда ты точно не сбежишь. Отпустите меня! А ну молчать! Эй, поставь на место, это не тебе. Пойдём, у нас ещё много дел. Эй, куда вы? А как же я? О, телефон. Я же могу позвонить в полицию. О нет, здесь совсем нет связи. Ладно, придётся выбираться самой. Шпилька. Ну конечно. Лучшее средство для побега. Думаю, я справлюсь. Это сложнее, чем показывают в фильмах. Ничего не выходит. Какие ещё варианты? Думай, Аманда, думай! Итак, что мы имеем? Вода. Отлично. И вот эта железка будет очень кстати. Осталось просто намочить рубашку. И попробовать согнуть прутья решётки. Ну вот, сработало. Вы ещё не знаете, с кем связались. Оу, а это ещё что такое? Семейное фото? Династия грабителей? Разве такое бывает? Упс. А ты куда-то собралась? Улыбочку, мисс. Скажи привет, пакет. Где я? О нет, не светите в глаза. Что? Они связали мне руки. Ну что, удобное кресло? Куда же ты? Мы ещё не обсудили твой побег. Ну-ну-ну. Стоп, Мартин, это мои слова. Нет, мои. Вот всегда ты меня перебиваешь. Можно подумать. Это ты срываешь мне все операции. Ладно, ребята, вы пока здесь болтайте. А ну, стоять! Надо же, какая проворная. Нужно привязать её к стулу. Нет, пожалуйста, не надо. Не бойся, будет весело. Всё как на детской карусели. Ну вот, готово. А что, если её размотать? Кевин, не время для шуток. Брось, смотри, ей нравится. А ну-ка, дай сюда верёвку. Уходи, сделаю всё без тебя. Вечно он со своими шуточками. Ну вот, другое дело. Счастливо оставаться. Что ж, время действовать. Есть идея. Перетереть верёвку об верёвку. Как же там это делали в кино. Немного усилий. И миссия выполнена. Отличная работа, Аманда. Злодеи заняты чем-то очень важным. Плочья бумаги, ножницы, клей. Кажется, готово. Ну, что там у тебя? Чёлка? Кевин, ты издеваешься? Правда красиво? Это должна была быть записка о выкупе, а не глупая аппликация. Брось, у меня же талант. О да, ты прекрасно всё портишь. Чи! Ты тоже это слышал? О, привет. Добро пожаловать обратно в пакет. Нет, так дело не пойдёт. Это уже совсем не смешно. Что? Это камера? Она наблюдает за мной. Здорово придумана, правда? Мы отличная команда. Ладно. Ещё посмотрим, кто из нас умнее. Нужно прикрепить к камере телефон. И сделать правильное фото. Вот так. Это точно должно сработать. Хорошо, что злодеем сейчас не до Аманды. Но, честное слово, как дети. Отлично. Пора выбираться. О, нет, только нет. Аманда, соберись. Сейчас не время для паники. Ну вот, а я что говорила. Интересно, где здесь выход? Упс, прошу прощения. Дверью ошиблась. Эй, в чём дело? Не отвлекай. Мы очень заняты. О, нет. Нужно сматываться. Стоп. Ты тоже это видел? Держи, она убегает. Я поймаю её. Кевин, не время играть в ковбоя. Упс, кажется, это ваше. О, нет, Фрэнки, только не это. Скорее, мы должны его спасти. Непрямой массаж сердца. Ну же, Фрэнки, дыши. Ты должен жить. Искусственное дыхание. Давай же, Кевин, делай уже что-нибудь. Бедный Фрэнки. Дружище. Это она во всём виновата. Держи. Ты знаешь, что делать. Ох, Фрэнки, ну как же так? Ну что, доигралась? Отсюда тебе точно не выбраться. Классные браслеты, правда? Давай-ка примерим. Отлично. Готово, друг. Ей никуда не деться. Ты серьёзно? Кевин, что с тобой не так? Ничего нельзя доверить. А ну, иди-ка сюда. Ну вот, так-то лучше. И давай без сюрпризов. Сиди тихо. Отлично. Теперь можно и передохнуть. О нет, ты думаешь о том же, о чём и я? Туалет теперь занят. Это ты во всём виноват. О, жидкое мыло. Идеальное для побега из наручников. Мы ещё посмотрим, кто кого. Сделай же что-нибудь, я больше не могу. Ну вот, готово. Пора делать ноги. Привет. Что это с вами? Кажется, им не до меня. Я первый. И ещё чего. Подожди за дверью. Быстрее, друг. Я не могу больше терпеть. Здорово. Вот это облегчение. Стоп. Здесь что-то не так. Кевин! Девчонка снова сбежала. Скорей за ней. Но я не могу. А как же... Стой! Подожди меня! Теперь ты точно доигралась. Мы не сведём с тебя глаз. Сиди тихо и не шевелиться. Мы следим за тобой. Он следит за тобой. Ауч! Кевин мой глаз! Аккуратнее! Прости, друг. Не трогай меня. Смотри за девчонкой. Да. Эта задача будет посложнее. Хотя... Кажется, есть идея. Эй, зачем ей эта штука? Смотрите, мальчики. Правда, красиво. Ну да, ничего. И мне тоже нравится. Ваши веки тяжелеют. Вы хотите спать. Ого. Где это мы? Не знаю, но здесь так здорово. Жизнь прекрасна, когда в ней есть джойстики. Я так счастлив. Бежим скорее. Ты чувствуешь? Эти бабочки в животе. Великолепно. Чудесно. Сказочно. Все вокруг будто пропитано радостью. Не то слово. Это лучший день в моей жизни. Потрясающе. Вау, смотри. Это же PlayStation. С ума сойти. Да. Странно на них действует гипноз. Хотя, чего я ожидала. Ладно. Не стоит терять время. Оу, здесь все довольно высоко. Нужно что-то придумать. Что у нас здесь? О, постельное белье. Подходит. А это что такое? О да, PlayStation. Ну, тогда все понятно. Связываем простыни в веревку. Думаю, у меня есть все шансы. О, парни прекрасно проводят время. Ну что, я почти у цели. Уже чувствую запах свободы. Вот и все. Чао. Счастливо оставаться. Мы неудачники. Перестань, дружище. Не все так плохо. Не надо меня успокаивать. Это ты во всем виноват. Ну же, успокойся. Я сейчас тоже заплачу. Ого. Это курьер. А что у него в руках? Ума не приложу. Наверное, какая-то ошибка. Вам тут посылка. А я, пожалуй, и пойду. Отличная идея. Бу! Только взгляни на него. Правда забавно? Не то слово, Кевин. Ого. Не может быть. Смотри, это та девчонка. Я не уверен, но кажется, что это PlayStation. Положи на место. Здесь есть записка. Смотри, это про тебя. Вот умора. Успокойся, здесь и ты есть. Смешно, правда? Ни капли. Читай дальше. Какая хорошая девочка. Просто невероятно. Давай оставим ее здесь. Ну что, сыграем? Отличная идея. Упс, у нас же нет телевизора. Ну что, по старому сценарию. Какие разговоры? Ловушка уже готова. Последние штрихи. Гениально придумано, Кевин. Теперь мы разбогатеем. Прячемся. Скоро птичка попадет в клетку. Вот она, будущая жертва. Что происходит? Она же должна испугаться. Мартин, сходи проверь, что там происходит. Нет, ты иди. На секретном задании лучше не ссориться. Почетная миссия разведчика достается Мартину. А вот и она. Делает селфи, как ни в чем не бывало. Попалась, красавица. Не убежишь. Молодец, Мартин. Так держать. Жаль, что ловушка не сработала. Это же лучшее изобретение Кевина. Упс. Мартин, ты где? Мне нужна помощь. А Скайлер уже сидит в темнице. Тут так скучно. Еще и руки связаны. Как же ей выбраться из этой передряги? А Кевин не скучает. Если у тебя есть коробок спичек, можно придумать столько игр. А что? Это должно сработать. Надо только достать одну спичку и дождаться подходящего момента. Иду, иду, Мартин. А ты? Сиди смирно. И чтобы не звука. Да-да, как же, размечтался. Спичка есть. Поджигаем. А теперь расплавим эти наручники. Это было легко. На горизонте чисто. Надо бежать. У Мартина ответственное задание. Приготовить обед. Миссия, которая требует особого мастерства. Уже готова? Я так голоден. Попробуй. Кажется, я сотворил шедевр. Но как? Фу. Да это же есть. Невозможно. Кевин вечно недоволен. Все по рецепту. Макароны, яйцо и соус. В следующий раз сам будешь готовить. Получай. Ауч, больно. Почему у нас на кухне две жертвы? Не обращайте на меня внимания, господа. Как она сбежала? Мартин, я хватаю одну, а ты другую. О нет. Кевину сегодня катастрофически не везет. Мартин все берет в свои руки. Даже не думай. Вот теперь Скайлер точно не выбраться. Мартин об этом позаботился. Спасите, помогите. Паника не поможет. Надо успокоиться и включить мозги. Есть идея. Не зря Скайлер купила эти забавные серьги. Отлично. Орудие уже в руках. А дальше дело техники. Чик-чик. Была пленка и нет пленки. Ура. Долгожданная свобода. Где тут выход? Но убежать в этот раз не выйдет. Тут Кевин. И какой подозрительный у него взгляд. Какая же она милая. Мисс очарования и грация. Эй, ты чего? Все явно. Напарник влюбился по уши. Очнись, Кевин. Наша жертва опять убегает. Ой, ребята, извините, я не хотела. Оно как-то само. Опять придется все решать самому. Влюбленного друга уже не спасти. А чтобы Скайлер не болтала лишнего, нужно заклеить ей рот. Но влюбленный парень не может оставить даму голодной. Хочешь попробовать? Конечно. Скайлер со вчерашнего дня ничего не ела. Для начала снимем это. Пусть все будет как в лучшем ресторане. Угощайся, дорогая. Ой, у тебя же руки связаны. Я тебя покормлю. Ну как? Не хватает перчинки. Желание девушки закон. Немного острого соуса только украсит это блюдо. Слабовато, дружок. И еще перца. И соли добавь. Будет сделано, моя госпожа. Нет, маловато. Никуда не годится. Не может быть. Сейчас сам попробую. Ой, горю. Воды, воды. Отлично. План сработал. Теперь можно развязать руки и бежать. Это было так просто. Но похитители не дремлют. За ней! Какой же запутанный дом. Как отсюда выбраться? Где же она? Мамочки, как страшно. Хоть бы не поймали. Вот и все. Попалась. Но есть малюсенький шанс выбраться живой и невредимой. Ребята, стойте. Любите фокусы. Сейчас я покажу вам один. Фокусы? А что это интересно? Показывай. Смотрите. Вот она я. Абра-кадабра. Так, похитители потеряли бдительность. Работаем. Сооружаем ширму. И бежим. Преступники бывают такими доверчивыми. У меня плохие предчувствия, Кевин. Она опять нас дурачит. Смотри. Тут пусто. Она сбежала. В погоню. На горизонте чисто. Осталось найти выход. Ох, лучше бы Скайлер смотрела себе под ноги. Вот и пригодилось это преступное сооружение. Я же говорил, Мартин, это суперловушка. Теперь она никуда не убежит. Теперь будешь сидеть тут, дорогуша. И не шагу из комнаты. Мы не шутим. Ладно, ладно, уговорили. Тут как-то мрачно. Сразу видно. Логово преступников. И кажется, Кевин и Мартин – братья. О нет, преступный клан попахивает серьезной бедой. Но в светлой голове всегда найдется план действий. Что если закутаться в одеяло? Отличная маскировка. Должно сработать. Преступная жизнь – сплошной стресс. Иногда и отдыхать нужно. Но сразу видно. Злодейские сбережения на нуле. Эй, Кевин, нам работать нужно, а ты развлекаешься. Пора просить за Скайлер выкуп. Нам много не нужно, только телевизор. На картонном графика не очень. И в игру вступает Скайлер. Где я? Совсем заблудилась в этом одеяле. Эй, Кевин, смотри. Она опять за свое. План провалился, дорогуша. Придумай что-нибудь другое. О нет, обратно в темницу. А свобода была так близко. И на этот раз преступники не оставят Скайлер ни одной лазейки. Ты доигралась. Попробуешь еще раз сбежать и узнаешь, на что мы способны. Какие же негодяи. Я вам еще покажу. А похитителям нужно отнести свое преступное письмо. Но вначале, как следует забаррикадировать дверь. От этой Скайлер можно ожидая чего угодно. Готово. И где тут почта? Мартин, смотри, какая прелесть. Это же телевизор мечты. Почта никуда не убежит. А вот телевизор могут купить. Решено, захватим с собой. Мартин, а может посмотрим весь ассортимент? Хорошая идея, братишка. Только посмотри, сколько тут всего. Выбирай любой. Но охрана в магазине всегда на чеку. Внимание, внимание. Веду наблюдение за преступниками. Мартин, вот оно. Последняя модель. Лучший из лучших. Берем. Как скажешь, Кевин. У меня и пакет с собой. Аккуратно двигаем. Но сегодня у ребят не будет новенького телевизора. Даже не думайте. А что мы? Мы ничего. На всякий случай уносим ноги. Мартин, говорил же я тебе, плохая идея. Давай отнесем письмо на почту и закончим это дельце. Скайлер тут тоже не скучает. Из одеяла практически выбралась. Но как быть с наручниками? Взломать их. Например, заколкой. Начинаем операцию. Пара пустяков. Заколки творят чудеса. А я вам говорила, что выберусь, негодяи. Все, я ухожу. Ну а дверь крепко заперта снаружи. Какой огромный путь проделала Скайлер. Неужели все зря? Нет, она так просто не сдастся. Когда в кармане есть спички, считай ты спасена. Ах да, этот телевизор будет гореть лучше всего. Теперь осталось дождаться пожарных. Уже они точно спасут. Я тут, помогите! Спасибо, вы мой герой. Пусть пожарные делают свою работу, а Скайлер нужно домой. Горе-похитители уже на месте. Мартин, что тут происходит? Это все Скайлер. Да как она могла? Братишка, наш дом теперь похож на сарай. Все самое ценное сгорело. Теперь даже телевизора нет. И произведение искусства тоже. Мои любимые подушки. Братишка, наша жизнь пошла под откос. А это еще кто? Мы не ждали гостей. Ребята, для вас тут телевизор. Куда поставить? Что? Телевизор? Ура! Давай сюда, дальше мы сами. Ну и ну, каких только клиентов не подкидывает судьба. Интересно, от кого этот щедрый подарок? Мартин, смотри, там записка. Подозрительно все это. Все понятно. Это подарок от Скайлер. Она все-таки очень хорошая. Зря мы ее заковывали в наручники. Но о своем плохом поведении можно подумать и завтра. А сейчас, скорее, тестировать телевизор. Не важно, какой он модели. Главное, настоящий. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А еще можно забраться под кровать. Важно, чтобы мебель была крепкой. Или свернуться в кухонном шкафчике. И помни, главное не паниковать. Неужели и просмотр телевизора может обернуться бедой? Да, если в доме внезапно начинается пожар. Первым делом следует лечь на пол. А затем защитить органы дыхания от едкого дыма. Для этого нужно прикрыть нос и рот чем-то плотным. Например, чашечкой от бюстгальтера. Теперь можно попытаться выбраться на улицу. Чистый воздух. Наконец-то. Час от часу не легче. Кажется, начинается ураган. Скорее в укрытие. Только обязательно надо позаботиться, чтобы при себе были документы. А также запасы воды и еды. Лучший вариант места, в котором можно пережить стихию – подвал. Ну вот, все в безопасности. Ой, в этом бункере так прохладно. Кэндис находит корзину со свечами. Она точно пригодится. Теперь надо зажечь свечи и поставить их в коробку. А сверху накрыть кашпо. Получается что-то вроде лампы. Становится уютнее, а значит, переждать ураган будет легче и приятнее. Все хорошо, что хорошо кончается. Теперь можно расслабиться и спокойно поболтать. А вот и Барбара. Всем привет. Ну что, пойдем погуляем? Почему нет, ураган давно стих. Но вот проблема. Дверь заклинила. Не открывается? Так только без паники. У Кэндис есть идея, как открыть дверь без ключа. Берем банковскую карту и ножницы. Вырезаем в ней треугольник. Вставляем карту между дверью и косяком. Поддеваем язычок замка и... Вуаля! Путь открыт. Вуаля! Путь открыт. Путь открыта. Путь открыт. бедой особенно если потревожить пчелиные улей упс парень похоже ты попал дикие пчелы не любят непрошенных гостей так просто от пчел не убежишь лучшее место это спрятаться в воде точнее под водой а вот и то что поможет за неимение маски с трубкой можно использовать трубочку для напитков со стороны это поведение выглядит странно но чарли знает что делает а вот барбара похоже не очень уверенно плавает тону кэндис пытается найти помощь эй кто-нибудь наконец-то нашелся герой который готов взять на себя роль спасателя поддерживая голову над водой он вытаскивает барбару на берег бедняжка на бессознание первым делом надо повернуть девушку на бок а теперь снова на спину теперь можно делать искусственное дыхание зажимаем пальцами нос и вдуваем воздух в рот ура очнулась барбаре повезло с подругой запомни ты что делать в таких случаях и пожалуйста будь осторожен во время пляжного отдыха и все же на берегу моря так приятно проводить время жаль только что питьевая вода закончилась так пить хочется но не из моря же почему нет лови лайфхак как опреснить соленую морскую воду нам потребуется пустая емкость сначала надо наполнить ее морской водой примерно наполовину теперь ставим на дно маленькую емкость а в нее стаканчик накрываем конструкцию полиэтиленовым пакетом по центру кладем камень осталось только набраться терпения процесс пошел на пакете собирается конденсат который стекает стакан ну вот можно продегустировать воду вау она пресная здорово кэндис у нас проблема судя по лицу чарли произошло что-то действительно ужасное ну конечно с барбарой снова приключилась беда на этот раз травма ноги возможно даже перелом нужно срочно принимать меры у нас же есть пляжный зонт что если наложить шину из деталей его ножки прекрасная идея берем две металлические трубки прикладываем к ноге в качестве фиксатора используем обувной шнурок обматываем ногу и завязываем как же больно но главное что друзья не растерялись первая помощь оказана можно вызывать службу спасения на природе может произойти всякое похоже барбара не может жить без приключений на этот раз ее придавило огромной веткой самой не выбраться все бесполезно остается ждать помощи эти ребята надежда на спасение слышали там какие-то звуки точно пойдем посмотрим вот и жертва нападения дерева тут нужно действует с умом и осторожно бревно довольно тяжелая так просто его не сдвинуть надо поискать палки с этим проблем в лесу точно нет используя крепкую палку как рычаг приподнимаем тяжелую ветку и освобождаем пострадавшую кажется все обошлось неприятно но терпимо если любишь проводить время в походах ты должен овладеть кое-какими навыками например вскипятить воду для этого потребуются банки от консервов и газировки соединяем их вот в такую конструкцию предварительно вырезав донышки теперь закладываем внутрь хворост и поджигаем мини плитка для приготовления чая готова ставим сверху банку с водой осталось только дождаться когда закипит на этот раз все зашло слишком далеко кэндис похитили киднеппинг это уже не шутки сидеть в наручниках и ждать своей участи нож нет первым делом надо вывести руки вперед да да вот так через ноги ура это уже маленькая победа а теперь попробуем освободиться от наручников что у нас для этого есть правильно косточка в бюстгальтере она прекрасно справляется с ролью отмычки все свобода и куда она делась пока злодейка в замешательстве самое время ее обезвредить софи готовит что-то вкусненькое какой запах аппетит разбушевался надо что-нибудь съесть например нектарин ой подавилась а внимание первая помощь в таком случае нужно обхватить человека чуть ниже солнечного сплетения и немного встряхнуть ее вот так зловредный кусочек сам вылетает изо рта ты мой спаситель но не все ситуации решаются так просто что делать если оказываешься под завалом паника худший помощник нужно спокойно искать выход из непростого положения чтобы тебя услышали спасатели попробуй постучать по батарее отопления запомни сигнал сос 3 коротких удара 3 длинных 3 коротких помощь уже на месте